Здравствуйте дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале! Перед вами шикарный и классный сорт LV детская улыбка! Правда это спорт, но спорт, который заслуживает внимания. Сами видите почему он заслуживает внимания, какого количества цветов. И тема сегодняшнего видео это фиалочный бизнес. И мой рассказ о том, как я просчиталась с новинками фиалок. Очень скользкая тема, очень такая тема достаточно острая. И многими вообще не затрагивается, все молчат на эту тему. Ну и я конечно же хочу об этом поговорить, потому что действительно новинки, кто знает, что такое новинки, это новинки фиалок. Это те фиалки, которые первый год выпускаются селекционерам. Как правило новинки, это новинки один год. И у них соответственно цена, очень высокая цена, потому что мало распространен сорт. Сорт в единичных экземплярах есть в коллекциях у кого-то у коллекционеров. И когда вы гоняетесь за новинками, у вас получается такой очень интересный момент, когда вы покупаете новинки листом, допустим в начале года. Так, давайте немножко так, по-другому. Вот в начале года, допустим 2017 года, селекционеры озвучивают новинки на этот год. И называют сорта, там вот такой вот такой сорт, перечень сортов, вы смотрите, вы хотите. Соответственно эти новинки стоят намного дороже, чем те сорта, которые были в прошлом году. И так получается, что если вы занимаетесь фиалками, и так получается, если вы занимаетесь именно продажей фиалок, покупать новинки именно в начале года, в середине года, это невыгодно вообще абсолютно, потому что пока у вас укоренится и вырастет этот лист, пока с него появятся детки, это проходит где-то полгода, 9 месяцев, и у вас с листа может получиться одна-две детки, еще растение не цвело, и пока вы это все выращиваете, новинки перестают быть новинками, и соответственно цена падает. И когда вы уже выходите на рынок с якобы новинками, уже получаются новые новинки, и ваши новинки уже не новинки. И та рентабельность, и те деньги, которые вы вкладываете в это все, оно не откупается и не отбивается. Это мой опыт, потому что я не буду говорить за всех. Я хочу вам сказать именно мой личный опыт. На мои новинки, скажем так, с селекции зарабатывают, вот такие сорта, которые давным-давно выращиваются, и девочки их тоже охотно берут, и все в порядке. И сейчас вот немножко небольшие такие советики по поводу именно покупать или не покупать новинки. Если вы только начинаете заниматься фиалочным бизнесом, если вы только начинаете выращивать растения, вы можете собрать коллекцию достаточно новых, но не совсем новых, и набирать себе количество клиентов. Потому что новинки, как правило, их нет в таком огромном количестве, и они нужны узкому количеству людей, которые тоже, допустим, занимаются фиалками, или у которых просто вот хочу новинку, да, вот есть. Ну, мало таких девочек. Сейчас в основном вот такая ситуация на рынке сложилась, что нам нужно вот такое, вот такое, но подешевле. Поэтому здесь какой вот самый важный момент? Самый важный момент, чтобы вы понимали, чтобы купить новинку и заработать на этой новинке с вложенных денег, нужно время. И пока вы это время тратите, у вас эта новинка уже, можно сказать, обесценивается. Да, вы можете ее потом продать, но вы не продадите, допустим, по той цене, по которой бы вы продали новинку. Вот, поэтому очень важно это понимать. Потом, следующий очень важный момент, это когда вы только начинаете заниматься фиалочками, лучше собрать, это мое мнение, я не хочу за всех говорить, просто как бы мой опыт личный, лучше собрать коллекцию, допустим, не таких дорогих сортов, а собрать коллекцию тоже хороших, качественных сортов, тоже тех сортов, которые вам нравятся, которые вы считаете, что будут покупать. Но при этом не тратить деньги на новинки. Потом уже с возрастом, когда у вас через год, через два, появятся ваши клиенты личные, потому что фиалочный бизнес, это не бизнес на один месяц или на один год, это бизнес на года. Поэтому, если у вас уже появляются свои клиенты, конечно, они уже хотят что-то новенькое, и, соответственно, вы уже под них можете покупать новинки. Теперь очень важный совет, скажем, даже секрет, потому что я это узнала, скажем так, достаточно долго, я просто как бы проанализировала, и думаю, ну вот год начался, вот продают новинки, и уже у девочек в коллекции есть листики, есть деточки, думаю, ну как так? Так вот, очень важный секрет, очень важный момент, это то, что можно обращаться. Так, это то, что, первое, за новинками мы обращаемся к селекционеру. Да, у селекционеров дороже цена, но вы знаете, что вы из первых рук возьмёте то, что положено и как положено. Понятно? Это первое. Это то, чтобы вы покупали у селекционера. Второй момент. Иногда даже у селекционера дешевле, чем у девочек, которые продают через интернет те же сорта, которые селекционер выводил. Ну и такое тоже бывает, не бойтесь обращаться к селекционеру. И ещё очень важный момент, это тот, что селекционеры продают сеянцы, которые стоят у них на проверке. И уже, допустим, в феврале-марте года, идут сеянцы, проверенные уже на следующий год. И вы, обращаясь к селекционеру, когда вы задаёте вопрос и спрашиваете, а у вас есть листья, допустим, на продажу следующего года новинки, если вы уже поработали с этим селекционером, он вам обязательно скажет, да, есть. Да, цена дороже. Я имею в виду сейчас не просто сеянцы, которые вот стоят, а те сеянцы, которые идут проверку и уже практически проверены. Понимаете, вот это очень важный момент и очень важная информация. И вы, когда получаете за полтора года сеянец, который будет новинкой в следующем году, вы получаете уже к следующему году, у вас уже будет листочек, детка, вы её подрастите, вырастите, уже что-то можно играться. И уже какое-то движение идёт вот вперёд. Я знаю, я говорю о том, о чём я знаю, поэтому вот очень важно это понимать. И многие коллекционеры, они так и делают, но молчат и не рассказывают, особенно новичкам. И вы получаете, когда только начинаете заниматься фиалками, вы вкладываете деньги вот именно в те сорта, которые уже выпущены в этом году. А получается, можно купить сорта чуть-чуть дороже, новинки, которые будут на следующий год. То есть это такая фишечка, очень большой секретик, я с вами делюсь. В этом случае не нужно бояться спрашивать. Когда вы посмотрите, допустим, сейчас, вот, к примеру, селекционеры едут в Москву, они показывают свои новые сорта, которые будут, вот сейчас 18-й, они показывают сорта, которые будут в 19-м году. Они рассказывают, у них фотографии, понимаете, то есть селекционеры, это люди будущего, будущего наших фиалочек. И когда вы обращаетесь к селекционеру и спрашиваете его, а есть ли у вас наличие сорта, вот, сеянцы, которые будут продаваться через год, как правило, все соглашаются и дают вам информацию, которая вам нужна. Не бойтесь спросить. Один, может, не продаст, другой продаст. Всё, спрашивайте, интересуйтесь, потому что до меня дошло это очень давно, до меня это долго доходило, поэтому это такое, а когда я спросила, всё в порядке. Да, да, мы продаём, есть такие сеянцы, вот, если хотите, можете сдать. Вот сейчас они на проверке, они уже проверены, вот сейчас мы подготавливаемся, вот я понимаю, понимаете, в чём дело. То есть, вот тогда уже выгодно и интересно заниматься именно новинками. Очень важный момент, что вы уточнили именно тот момент, продаются ли сеянцы, которые проходят проверку и будут сортами, допустим, через год. Это очень важный момент, потому что есть, можно купить просто сеянцы, которые идут, отбраковываются, да, это одно. А нужно спрашивать, если вас интересуют новинки на год через год, нужно спрашивать именно тот момент, который я уже говорила, это самое важное. Мы спрашиваем новинки на следующий год, которые будут, допустим, мы живём в 18-м, а нам нужен на 19-й год. Всё. Готовьтесь к цене, готовьтесь к тому, что цена будет большая. Я так покупала у Елены Лебецкой, сеянцы были только под номерами. Я заказывала их в августе месяце, но это было уже поздновато, потому что девочки, все, кто шустрее, они заказывали эти сеянцы, именно которые провели проверку и готовятся уже быть сортами. Они заказывают в мае, заказывают в апреле. Понимаете, в чём дело? Так что дерзайте, пробуйте, но опять же нужно просчитывать всё, просчитывать все деньги, всё, что вы вкладываете. Нужно просчитывать, продумывать и делать выбор осмысленно и понимать, что деньги, которые вы вкладываете, должны вам вернуться. Это такой вот очень интересный и, скажем так, молчаливый вопрос, который я подняла в этом видео. Если у вас есть свой опыт по приобретению новинок, именно как вы зарабатываете, может, на новинках, может, у вас есть какие-то свои секретики. Если вам не жалко, пожалуйста, поделитесь. Может, у вас какой-то свой опыт, удачный, неудачный. Делитесь, пишите в комментариях. Я думаю, что многим будет интересно всё это почитать, потому что вопрос очень интересный и часто обдумываемый. Ну и, конечно же, если у вас будут вопросы лично ко мне, пожалуйста, пишите. Есть группа в Одноклассниках, задавайте там. На этом всё. Спасибо за просмотр. Красивых цветов, хорошего настроения. До новых встреч. До свидания.